Большое спасибо, глубоко уважаемый Марат Владиславович. После вас говорить легко и трудно. Легко, потому что вы, в принципе, всё самое главное уже рассказали, и мне просто можно показать клинические случаи, а трудно, потому что вы самое интересное уже рассказали, и надо придумать, что рассказывать дальше. Но тема очень важна, потому что, даже не углубляясь в такие сложные, на первый взгляд, методы лечения, как ингибирование PCSK9, даже обычная терапия с татинами, которая уже давно и доказанно снижает риск северно-сосудистых осложнений, и не только, она, к сожалению, используется недостаточно. И в нашей стране, помимо того, что мы не назначаем препараты, часто мы ещё их назначаем в неправильной дозе. И классический пример, который я люблю приводить, не говоря о статинах, идеальный бета-блокатор для ХСН с низкой фракцией, корвидилол. Мы все назначаем корвидилол, если у пациента позволяет ЧСС, позволяет давление, потому что корвидилол в рандомизированных исследованиях снижает смертность у пациентов с ХСН и низкой фракцией. Но минимальная доза, которая снижает смертность, 50 мг в день. А мы не назначаем 50 мг в день корвидилол, назначаем 6,125, 12,5-2 раза в день. То есть вроде бы мы даём препарат, но мы не даём в той дозе, которая снижает смертность. И, конечно, то же самое относится и к статинам, и вообще к нашему влиянию на липидный обмен. И Марат Владиславович очень правильную вещь сказал, как мне кажется. Мало просто назначить пациенту статиной. Во-первых, они где-то услышали, что это высокие дозы статинов, а статины, мы знаем, разрушают печень и мало ли что ещё. Надо пациенту объяснить, что надо принимать эти препараты. Иначе пресса, честно, я не знаю почему, говорит, не пейте статины. Статины вызывают рак, болезнь Альцгеймера, остеопороз, сахарный диабет и так далее. Причём, что удивительно, эти люди не предлагают ничего взамен. Я бы подумал, ну да, не пейте статины, пейте мою таблетку. Они просто говорят, не пейте статины. Или в последнее время не соглашайтесь на химиотерапию. Вас убьёт не рак, а химиотерапия. Люди отказываются. Совершенно непонятная вещь, конфликт интересов. Ещё раз повторюсь, что холестерин, липопротеин в низкой плотности – это один из самых главных и, что важно, модифицируемых факторов риска селечесосудистых событий. Вы это прекрасно знаете. И чем ниже уровень этого показателя, тем меньше риск. И фактически сегодня мы можем практически до минимальных значений снижать концентрацию холестерина, липопротеина в низкой плотности. И при этом, чем дальше мы его снижаем, тем больше пользы. И пока мы не дошли до той концентрации, когда мы начнём видеть какие-то серьёзные осложнения, либо побочные эффекты. И работает принцип – чем ниже, тем лучше. Если мы снижаем концентрацию холестерина, липопротеина в низкой плотности на 1 ммл на литр, в России всё-таки мы измеряем чаще в ммл на литр, чем в миллиграмм процентах. Мы снижаем риск на 21%. Много это или мало? Я считаю, что это много. Недостаточно много. Так же, как недостаточно много, часто бывает снижение на 1 ммл на литр. Я вам покажу клинический случай пациента с Московского университета, который как раз, к сожалению, пошёл по неправильному пути. Чего мы боимся? Мы боимся осложнений. Действительно, холестерин – это не какой-то побочный продукт метаболизма. Он нужен и для синтеза клеточных мембран, для некоторых витаминов, для определённых гормонов, в частности, половых гормонов. Он нужен. И опасения не оставались, но мы видим, что чем больше мы снижаем, тем меньше риск сельсосудистых осложнений. Даже до концентрации меньше, чем 50 мг процент. Мы видим совсем небольшие, меньше, чем 1,4 ммл на литр. Ну и дальше я скажу про осложнения, которых на самом деле не так много. Что мы знаем точно? Что за 20 лет статины, которые одни из самых важных и главных препаратов в сельсосудистой медицине, помогли миллионам людей избежать развития тяжёлых событий. А мы знаем, что в отличие от других специальностей, наши пациенты, к сожалению, не просто смертны, они смертны внезапно. Как говорил Волан Берлиозу, помните, на скамейке на Патриарших прудах, в институте мы шутили, что самая хорошая специальность – дерматовенерология. Эти пациенты никогда не умирают, никогда не выздоравливают и никогда не звонят по ночам. А вот у нас, к сожалению, по-другому. И вот именно статины – одни из немногих препаратов, которые улучшают прогнозы, снижают вероятность вот этих событий. Но это не совсем идеальные препараты, поскольку их возможности ограничены дозировками, небольшим количеством всё-таки побочных эффектов и так далее. Вот мы видим, чем активнее мы используем статины, хорошие, правильные, адекватные, я не люблю называть высокие дозы, это пугает и врачей, и пациентов, статины, тем меньше риск. Но вот не до конца, не до конца, потому что у статинов есть определённый лимит. Мы видим максимальные дозировки статины, 80 мг для аторого статина, 40 мг для розового статина, вот в среднем мы можем снизить концентрацию холестерина, липопротеина в низкой плотности на 55-53%, что очень хорошо. И в рекомендациях написано было или, а сейчас и 50% исходного уровня, но, тем не менее, этого бывает недостаточно. А какое нам нужно снижение? Оно часто бывает гораздо больше, особенно если концентрация холестерина, липопротеина в низкой плотности высокая, для того, чтобы достичь целевых значений. Поэтому многих пациентов даже на оптимальной, как я её называю, терапии статинами, 80 мг аторого статина, 40 мг розового статина, я считаю, что всё-таки это два самых главных статина, сегодня у нас, хотя есть много других, всё-таки остаётся довольно высокий остаточный риск, потому что мы не достигаем, опять же, целевых уровней холестерина, холестерина, липопротеина в низкой плотности. Это вот у нас такая цифра в голове. У нас вообще в кардиологии очень мало ситуаций, когда у нас такая строгая цифра, с давлением мы можем немножко поиграть, с гликемией, с калием даже, но вот с холестерином у нас всё очень строго. И поэтому, когда мы добавляем нестатиновую терапию к статинам, мы можем дополнительно снижать концентрацию липопротеина в низкой плотности. Сейчас я про это немножко расскажу. В принципе, Марат Владиславович уже прекрасно эту тему раскрыл. Я больше буду акцентироваться на клиническом случае. Исследование провод, я думаю, вы все про него знаете, когда добавлялся изотимиб 10 мг к 40 мг симостатина. Да, можно спорить, что не самый лучший статин, не максимальная доза, но вот, тем не менее, такое исследование показало, что такая комбинация снижает концентрацию липопротеина в низкой плотности. Но вот здесь в среднем на 0,4 ммол на литр и риск сниженно-сосудистых событий на 6%. Это важно, это показывает жизнеспособность такой комбинации, но опять же, если мы можем с её использованием достичь целевых уровней холестерина. И вот мы говорили сегодня про PCSK9, буквально два слова, я решил показать, что это такое. Это очень сложная аббревиатура, пропротеиновая конвертаза, субтилезин гексин 9 типа. Я полгода учил вот эту комбинацию, чтобы легко и просто её говорить с трибуны, так что не думайте, что так это легко даётся. Этот белок синтезируется во многих клетках, гепатоцитах, в почках, в эпителии, в центральной нервной системе, и он контролирует концентрацию рецепторов липопротеинов в низкой плотности на поверхности гепатоцитов. Вот я вам покажу, как это работает в реальной жизни. Это печёночная клетка, это плазма, кровь протекающая. И на гепатоците есть рецепторы, которые из протекающей плазмы захватывают вот эти частицы, вот эти маленькие, пропитанные плохим холестерином, как мы его называем, частицей. И вся эта конструкция погружается в цитоплазму. Ну и затем рецептор отсоединяется, и он выскакивает обратно на поверхность гепатоцита, а липопротеин низкой плотности переваривается, и таким образом происходит снижение концентрации этих частиц в крови. Это такой зелёный весёлый смайлик. Если в этом задействован вот этот белок PCSK9, он очень жёстко связывает рецептор ЛНП с самой частицей ЛНП, и поэтому рецептор не может отсоединиться, и он переваривается в гепатоците вместе с липопротеином низкой плотности. Соответственно, количество таких рецепторов на поверхности гепатоцита снижается, и протекающие мимо липопротеин низкой плотности ничем не захватываются, и поэтому они остаётся в кровотоке, собственно, участвуя в процессе атерогенеза и так далее. Здесь такой красный смайлик. Если мы этот белок PCSK9 ингибируем селективно, как сказал Марат Вячеславович, специфическими антителами, то он не участвует в конъюгации вот этого рецептора и ЛНП, и всё происходит обычным способом, ЛНП разрушается, и гепатоцит опять становится усеянным вот этим, как гребешок, вот этими рецепторами, которые собирают, соответственно, липопротеин низкой плотности, переваривают, их концентрация падает в крови, что, собственно, приводит к тому, что смайлик из красного становится опять же вот таким весёлым, зелёным. И вот препараты волоколмаба, о котором мы сегодня говорили, показал, что до 94% пациентов высокого риска, которые получают этот препарат, достигают целевой уровень холестерина липопротеина в низкой плотности меньше, чем 1,8 ммол на литр. Вот мы видим пациенты, которые получали плацебо, пациенты, которые получали эзотимиб, и все эти пациенты были на оптимальной дозе статинов, высокой дозе статинов. И вот пациенты, которые плюс к этому получали эвалокумаб в классической дозировке 140 мг 2 раза в месяц, каждые 2 недели. Как было сказано, это моноклональное антитело, это белок. Мы не можем сегодня обеспечить всасывание белка через желудочно-кишечный тракт, и всё, что мы глотаем белковое, оно расщепляется нашими ферментами. Соответственно, это вводится парентерально с помощью специальных одноразовых шприц-ручек, и поэтому к вопросу возможной комбинации, но если только и статин, и эзотимиб тоже вводить с помощью шприца, но я думаю, на это никто не пойдёт. А пока в таблетках даже инсулин не можем сделать, не то что эвалокумаб. И он снижает, вот добавление этого препарата к статинам, снижает на почти 60% концентрацию холестерина, липопротеина в низкой плотности. То есть больше, чем наполовину, чего мы, собственно, и добиваемся. Но мы же не лечим, как я говорю, анализы крови, мы не лечим концентрацию холестерина, мы лечим пациентов и предотвращаем события. Вот оказалось, что вот такое снижение, 59% снижение этого показателя на 20% снизило конечную точку, которая включала инфаркт миокарда, инсульт или сердечно-сосудистую смертность. То есть мы не просто даем препарат, который снижает холестерин, мы это каким-то образом транслируем в реальные клинические исходы, которые очень важны для наших пациентов. Ну вот на 27%, если по отдельности говорить, инфаркт миокарда, на 21% инсульт и на 22% потребность коронарной ревоскулиризации. И что самое интересное, опять же, было опасение, насколько низко мы можем снижать концентрацию холестерина, или по продаю низкой плотности, и оказалось, что мы можем снижать почти до минимальных значений, вот здесь 30 мг процентов. И при этом, чем ниже был холестерин, тем выше были преимущества такого подхода. Опять же, вопрос о безопасности. Сахарный диабет, нейрокогнитивные изменения. Мы боялись, что организм может на введении чужеродного белка синтезировать нейтрализирующие антитела, которые нейтрализуют, одни антитела нейтрализуют другие антитела, ну и так далее, и так далее. Оказалось, что по сравнению с группой контроля, которая получала плацебо, то есть ничего, не было серьезных различий по обычным эффектам, что опять же говорит, что такая терапия очень специфичная, которая ингибирует один конкретный белок, очень хорошо может использоваться у наших пациентов. И не было разницы, как написано здесь, ни по нейрокогнитивным нарушениям, ни сахарного диабета, и не было нейтрализующих антител. И буквально за 5 минут постараюсь рассказать клинические случаи из нашей практики. Пациент 50 лет, сотрудник химического факультета, курильщик, физически активный человек, гипертензия в течение 12 лет, 160 на 100, не богу есть какая гипертензия, на препаратах нестабильно, 130 на 80, 175 см рост, 97 кг вес, то есть такой полненький химик у нас. И он пришел на осмотр 135 на 80, давление ЧСС 56, числа дыхания 16. Вполне себе такой стандартный российский пациент. И он жаловался на усталость, дискомфорт при нагрузке, подъем по лестнице, химфак, старое здание у нас, там очень высокие листичные пролеты, лифт один, ждать долго. И он сказал, что в последнее время как-то трудно подниматься по лестнице или быстро пройтись по территории. Анализы крови, общий холестерин 6, высокой плотности 0,9, низкой плотности 3,8, триглицелиды 3, сахар 6,8, и СКФ немножко снижено. Но такой вот классический, я думаю, вы со мной согласитесь, пациент. Ну и вопрос, надо его лечить или нет. Ему назначили в поликлинике вот такую терапию на ябре 2016 года. И лечение было основано на рекомендациях, принятых в то время, а не на новых, о которых говорил Марат Владиславович. Ромеприл 10 мг, бисопролол 10 мг, аспирин 100 мг и 10 мг аторвостатина. Такая терапия у меня лично вызывает вопросы, зачем нужен аспирин, если нет установленного диагноза. Мы сегодня не используем для первичной профилактики. Но и доза аторвостатина 10 мг – это несуществующая доза. Мы не начинаем лечить пациентов с 10 мг. Я, честно говоря, вообще не знаю, зачем такие таблетки существуют. – Все по 10. – Все по 10. Десять раз по 10 и еще раз. Это как 4 стеноза по 25%. – Или все по евро. – Или все по евро, да. – Встает вопрос. Какая категория риска у этого пациента? Очень высокий, высокий, умеренный или низкий? Вот я бы хотел, чтобы вы проголосовали. Кто за то, что он очень высокий риск? Высокий? Умеренный? Низкий? У нас замечательная аудитория. Во-первых, она не спит. И во-вторых, она правильно отвечает. Значит, если мы возьмем шкалу скор, которая была актуальна на тот момент, и нашего пациента подставим сюда, то кажется, что у нас пациент, вот он, 5-7% холестерина, давление, возраст. И это умеренный риск. Действительно, как вы ответили. И мы должны снижать у него липиды. Какие цели? Липопротеины низкой плотности были и остаются главной целью нашего лечения. И у пациентов с высоким риском мы должны тогда были снижать концентрацию меньше, чем 2,6% или на 50% от исходного уровня. Как этого добиваться? Мы найдем нашего пациента в соответствии с холестерином и другими показателями. И оказывается, что у таких пациентов просто изменение образа жизни, диета, физические нагрузки малоэффективны. Мы уже не обойдемся без препарата. Мы должны дать препараты, какие статины максимально рекомендованы или максимально переносимой дозе с уровнем доказательности 1А. Ничего нового. Собственно, так и было сделано. Но пациент получает уже 10 мг от ровостатина. Получает? Получает. Что мы еще хотим? Встает вопрос. Как апгрейд сделать этой терапии? Добавить изотимиб 10 мг? Добавить ингибитор ПССК-9? Увеличить дозу до 20 мг, до 80 мг? Или просто поменять на розовый остатин 20 мг? Вот давайте проголосуем. Кто за то, что добавить изотимиб 10 мг? Кто за ингибитор ПССК-9? Один человек. 20 мг от ровостатина. Один, два. 80 мг от ровостатина. Какие все агрессивные. 20 мг розового остатина. Все-таки большинство переключило бы на 20 мг розового остатина. Но опять же, это не максимальная доза. Что было сделано? Пациенту дали 20 мг от ровостатина. И врачу показалось, что он дал в 2 раза больше дозу. И все должно быть хорошо. Или в крайнем случае очень хорошо. Это был ноябрь 2016 года. И февраль 2018 года у пациента. Это был кардиологический пациент. Все происходит ночь с пятницы на субботу. Или субботно-воскресенье. Он смотрел футбол. У него боль в грудной клетке. Супруга вызвала скорую помощь. Давление 165 на 95. ЧС-78. Он на терапии, на рамеприле, на бисопрололе. Ему дали 300 мг аспирина. Нитроспрей. Обезболили. И вот его кардиограмма. Кто скажет, что здесь есть ишемия, как говорится, пусть бросит в меня камень. Я считаю, это кардиограмма, по крайней мере, не указывает на острокоронарный синдром. Тем не менее, пациент был госпитализирован с диагнозом ОКС. Тропонин почти отрицательный. И по шкале Грейс риск низкий. ОКС без подъема сегмента СТ. Он получил 180 мг тикагрилора. 1000 мг в час гепарина. И все успокоились. Это было уже суббота, утро. Пациент спит. Все хорошо. И вот через боль прошла. ЭКГ тоже не меняется. И вот тропонин через 8 часов. 15. По эхо. Окинез задней боковой стенки с фракцией 41%. Естественно, экстренно запустилась ангиография. Окклюзия крупной огибающей ветви. Реканализация проводниковая. Установлен стенд с покрытием. И вот, в общем, сделали то, что должны были сделать раньше. Ну, неважно. И вот, что получилось на биохимии. 20 мг аторвостатина. Холестерин общий 6,2. Больше, чем был до 20 мг. Липопродений низкой плотности 4,1. Сразу пациенту дали 80 мг. Наконец-то посчитали, что пациент очень высокого риска. Параллельно глюкоза 16. Гликирован гемоглобин 7,2. То есть у пациента изначально было 6,8 в сахар. А здесь уже 16 может быть и на фоне стресса. Но 7,2 не может быть на фоне стресса. То есть у пациента сахарный диабет. И он получил инсулин по портинскому протоколу. Вот, чтобы держать сахар между 7,8 и 10 мм на литр. Мы не снижаем у таких пациентов до нормальных значений. Потому что это увеличивает риск. Вот это... Не буду на этом останавливаться. На пятый день пациент выписался с фракции 48, получая тегагрилор, классическую дозу 92 раза в день, аспирин, ромеприл, бисопролол и 80 мг от уростатина. Диабет мы решили лечить метформином 2 грамма в день. И лироглютит, начиная с 0,6 мг на 1 раз в день подкожно. Ну и затем тетравание дозы. Может быть не совсем правильная комбинация, но тем не менее не будем на ней останавливаться. Через 3 месяца он пришел. Общий холестерин на 80 мг 4,1, низкой плотности 2,9, высокой плотности 0,9, 3 глицериды. Но зато прекрасный гликемический контроль. Вас это устраивает? Нас это не устраивает. И что ему делать дальше? 80 мг от уростатина. Мы даем им изотимиб, фибраты, секвестранты жирственных кислот, которых у нас нет практически, никотиновая кислота или омега-3, ненасыщенные жирные кислоты, ингибиторы PCSK9. Кто за изотимиб? Кто за фибраты? Кто за никотиновую кислоту и красное лицо? Кто за ингибиторы PCSK9? Есть такие в наших рядах. Если мы вернемся, у него низкой плотности 2,9. У нас целевой уровень тогда был 1,8. 2,9, 1,8. Изотимиб написано в рекомендациях после того, как мы дали статин. Если мы не достигли, комбинация статина и ингибиторы абсорбции холестерина, то есть изотимиба, который мы должны использовать. Но я вам показывал, что в импровид было не очень сильное снижение липопротеидов низкой плотности. Вот такой европейский согласительный документ, который говорит, что изотимиб является прекрасным препаратом. Максимум, на что он способен, снизить холестерин, липопротеидов низкой плотности от 19-23%. То есть мы должны его попробовать, но заранее, зная, что мы не снизим больше, чем на 25% в идеальном случае, плюс диета, физические нагрузки и так далее. А поскольку, пока мы не достигли целевых уровней, пациент как бы находится в зоне риска, то было принято, да, и вот в прошлых рекомендациях было написано, что если не работает статин, плюс изотимиб, у пациентов очень высокого риска и высоким уровнем LDL-C, мы должны, или можем, два бета, мы можем рассматривать добавление PCSK9, что поменялось в рекомендациях 2019 года, но тогда у нас были такие рекомендации. Опять же, вспомнили про исследование Фурия, что препарат достоверно снижает концентрацию холестерина, липопротеидов низкой плотности, позволяет достичь целевых уровней. Мы решили не пробовать изотимиб, потому что понимали, что у него не достигнем целевых значений, и пациент начал получать эволокумаб в дозе 140 мг один раз в две недели. То есть у него была виктоза каждый день по 0,6, он остался на дозе 1-2 мг. Ну, эволокумаб 140 мг один раз в две недели. Надо сказать, что препарат можно либо так использовать, либо раз в месяц, но тогда делать три укола сразу с разницей с интервалом в 30 минут, тогда получится 420 мг, но один раз в месяц. То есть есть варианты, чтобы не возить, например, с собой эти шприц-ручки, и вот динамика всех его показателей, с чем он пришел изначально. Мы не знали тогда гликированный гемоглобин. В февраль, когда он перенес ОКС, в апрель, через три месяца 80 мг туростатина, недостижение уровней. И вот октябрь 2018 года общий холестерин 2,7, низкой плотности 1,3. Ну, сахар как был низкий, так и он оставался низким. И я бы хотел этим случаем показать, что, возможно, у некоторых пациентов мы должны рано начинать нормальную терапию статинами. Я, опять же, не люблю говорить высокими дозами статинов. И сразу начать рассматривать, тем более и данные клинических исследований, и рекомендации позволяют нам это делать. Добавление препарата, который достоверно и сильно снижает холестерин 2,7, низкой плотности. В частности, вот Эволокумаб, который как раз использовался у пациентов высокого риска. Это наша клиника. Мы приглашаем всех в гости. И я уложился. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.